Друзья, всех приветствую на канале Дунаев Медиа. Меня зовут Александр Дунаев, я создатель прикормки Дунаев. И сегодня я бы хотел рассказать о нескольких необычных прикормках, на которые мы возлагаем большие надежды. В плане удобства применения это готовые летние прикормки. Готовые это как раз таки полностью замоченные и готовые к рыбалке прикормки. Сейчас у меня три вида прикормки. Это карп готовый, лечь готовый и плотва готовая. Это не вся серия, которую мы представили. У нас еще есть методная прикормка. Я сейчас бы такой предварительный хотел бы сделать анонс о том, что такие прикормки у нас существуют. Они интересны и на них стоит обратить внимание. В чем они интересны? Но прежде всего, благодаря тому, что прикормка длительное время находится в увлажненном состоянии, в ней нет никаких всплывающих частиц. Это очень важно, потому что инертная прикормка, она не привлекает мелочь, но наоборот часто привлекает крупную рыбу. Плюс очень уникальный букет, ароматический букет, который невозможно повторить. Поверьте, я много лет бьюсь над этой рецепторой. И сочетание ароматизатора и сочетание прикормки дает какой-то необыкновенный эффект и запах, который невозможно повторить в сухих прикормках. Чем отличается, допустим, карпа? От леча или плотвы? Карповая прикормка – это крупнофункционная прикормка. В ней буквально есть зерна арахиса, есть мягкая кукуруза из консервированных банок. В лечевой смеси самое важное, что там находятся жареные молотые зерна льна. Они дополнительно интересный аромат дают вот этого именно жареного компонента. В готовой плотве два компонента важных плотвиных, что делает ее более активной смесью, ну, более легкой, скажем так, потому что активность не подразумевается. В готовой прикормке они все инертные, но она какая-то более легкая. Это жареная конопля и большое количество кобры. Это уникальные готовые прикормки для людей, которые ценят свое время, ценят время, проведенное на рыбалке, и которым больше нравится не приготовление прикормок во время рыболовных сессий, а именно рыбалка. Спасибо, с вами был Александр Дунаев, до свидания.